доброе утро дорогие мои вчера был праздник и гости принесли нам торт или пирог я не знаю как это назвать но мы сразу назвали торт и это такая вкуснятина который я давно не едал я вообще-то и так не очень большой любитель тортов мы покупаем 2-3 раза в год торт птичье молоко потому что привыкли к нему с молодости мы с матушкой когда были молодые ездили в москву купить торт птичье молоко стояли в очереди там на в новых черемушках и ночь ночевали у друзей чтобы утром получить этот торт масляные торты я раньше любил теперь что-то никак не попадает они все похожи из ненатурального масла сделаны и этот торт я с удивлением обнаружил что мне очень понравился очень понравился хотя в нем ингредиентов немного обычная как его постные что лилика как называется тесто рассыпчатые песочное тесто и вот эта начинка начинка просто красота но самое большое что что меня удивило в этой начинке что она сделана из знакомого вам продукта продукт все знаем я был так обрадован так удивлен а главное понял что я вам забыл рассказать об этом продукте хотя у нас на огороде есть мы растим мы потребляем пользуемся много лет и этот продукт тыква тыква я вам показываю маленький экземпляр а так у нас он лежат еще и большие тыквы однажды у нас выросла вообще тыква на 16 килограмм но в общем то размеру тыквы не обязателен потому что огромные это кормовые тыквы в них веществ немножечко меньше чем уже в оккультуренных тыквах поэтому мы сейчас поговорим о тыкве а вы подумайте где вам тыкву взять и что с ней сделать и первое что я вам советую что с тыквой можно сделать это вот такой торт там просто сливки и тыква вот они в блендере взбиты и запечены стал как птичье молоко из тыквы этот тортик но я чтобы не голословить как говорится чтобы не быть голословным так у нас называется вам прочитаю сначала маленечко про тыкву а потом расскажу удивительные вещи которые мы от нее знаем и как мы ее применяем не только так как написано итак тыква польза и вред главного продукта осени главный продукт осени действительно ее мы раньше ездили на осеннюю ярмарку в москву и там конечно тыкв всегда было огромное количество я все удивлялся откуда же их столько берут но читаю польза тыква доказывал многочисленные исследования главный овощ осени полезен как для детей так и для взрослых однако не всем советуют включать тыкву свой рацион полезные свойства тыквы несмотря на то что тыква состоит на 90 процентов из воды она содержит множество витаминов аминокислот белков углеводов в частности в овощи содержатся такие витамины как а c е д п п к группы b и редкостный витамин т тыква богата такими минералами как фтор магний медь кальций цинк марганец фосфор йод цинк очень важен в ней очень много цинка а цинк это но очень важно к тому же тыква может храниться при комнатной температуре и не терять полезные свойства у нас действительно лежит просто в комнате всю зиму и только когда разрезали мы уже ее в холодильник кладем в тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм тыквы таким образом количество белка в нем больше чем в перепели ных яйцах тыква содержит в пять раз больше каротина чем морковь те кто старается кушать морковь вот для каротина то в тыкве в пять раз больше можно съесть ее в пять раз меньше а получишь то же самое каротин в организме превращается в витамин а который действует как антиоксидант каротин полезен для здоровья глаза как средства для заживления ран ожогов и язв тыква помогает ускорить процесс усвоения пищи нормализовать метаболизм из-за содержания витамина т тыква препятствует накоплению организма жировых клеток поэтому диетологи каримент рекомендует употреблять тыкву для урегулирования веса тыква обладает слабительным эффектом что хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт ее рекомендуют для выведения из организма холестерина токсинов шлаков из-за высокого содержания калия употребление этого още улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает количество потребления соли но это уже другая связь и уменьшает риски гипертонии то есть давление регулирует тыква диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе атеросклерозе запоре диабете подагре желчнокаменной болезни мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям во время беременности врачи советуют употреблять как природные противобливательные средства отвары из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессонницы и перед тыквы в рационе обеспечит здоровый иммунитет и естественный детокс в ней содержится растворимый клетчатка пектин который поглощает токсины и питает кишечные микроорганизмы готове их к зиме чем больше видов микроорганизмов микробиоты тем прочнее кишечный иммунитет еще одним бонусом употреблении тыквы станет здоровье красивой кожи если печеную тыкву совместить с полезным жиром то каротиды хорошо растворяется хорошо усвояется превратившись в организме в витамины а который употребляет слизистые и улучшает состояние кожи готовя их к зиме чтобы кожа не высушивалась не обветривалась а сезонное обострение воспалительное заболевание желудка и кишечника быстро переходили в состоянии ремиссии почему нужно включить в рацион тыкву вы почувствуете противоотечный эффект благодаря большому содержанию калия ведь тыква помогает преодолевать задержку жидкости в организме и отеки ой котя ой тут пища у меня да ты мой хороший да ну можно уже но да я уберу уходишь все можно поэтому ее стоит всем кто имеет проблемы с сосудистыми ну ты еще и читать пытаешься да так сердечно-сосудистых тыквы оздоравливает желудок кишечник желчный пузырь незаменим при гастрите язвенной болезни тыквенные семена используют для лечения болезни печени как антигемитные средства из-за большого содержания цинка тыква может справиться с угревой сыпью на лице и теле жирности волос и перхотью делают ли торик диетологи рекомендуют употреблять тыквенное масло для улучшения работ печени предстательность железы желчного пузыря она способствует нормализации при статике кишечника регулярное потребление тыквенного масла поможет сохранить крепкий иммунитет вплоть до старости ну вот так если хотите еще почитайте потому что я уже спешу рассказать а что же мы видим полезного в тыкве и как мы ее потребляем но самое интересное что я то люблю тыкву только в одном виде когда-то мне мама делала тыквенники это тыква пшено заливается все молоком и в горшочке ставится в печь я не знаю может мама может бабушка я уж не помню кто это такое делал но вот это был тоже такой торт я очень любил вот такой тыквенная каша не каши там тоже вот так все молоко дата плевалась не закипалась чтобы сварить а молоко дата плевалась до топленности до красной топленности появлялась пеночка черная иногда хрустящие и вот этот тыквенник ну такой душистый был пеночку так снимешь оттуда дух такого молока топленого и тыквы вот я любил такой сладкий он был похоже что наверное меда еще добавляли немножечко но постепенно как то вот так она как пищевая нет матушка готовит мы тыкву выращиваем и ну вот такое чтобы блюдо вот так сильно радовала пока как бы не получается но несколько раз тоже хорошо было но мы тыкву потребляем по-другому матушка есть семечки для цинка то есть специально значит даже покупали свои там мелкие потому что тыква кормовая имеет большие семечки настоящие ну то есть огородная тыква на семечек имеет мало но я потребляю корочки тыквы вот матушка их сушит и что я делаю с этими корочками для чего потребляю мне когда-то давно давно лет 30 наверное назад одна женщина корреспондент радио россии людмила романовна забыл сказала что если у вас в почках песочек нашли какой-то у нас разговор такой был то нужно вот тыквенные корочки и я и сам попробовал тыквенный заваривать просто в чай вот вместе щагой там или с полынью в чай можно еще молотых или даже не молотых тыквенных корочек положить и вот этот раствор он этот песок выводит весь песок растворяется я сам попробовал но потом в течение жизни несколько раз советовал людям причем некоторые говорили вот у нас там все так плохо камни все остальное мне назначили операцию я советовал люди до операции месяц где-то такой раствор пили и камни разлагались в песок правда одна жаловала что у нее прямо вот сильно больно но все вышло были камешки они лежали а потом они под растворились и песком вышли то есть вот у нас такое есть потребление тыквы но сейчас то я совсем о другом говорю мы сейчас все с вами в процессе пандемии огромное количество людей просто попала в это заболевание и все специалисты рассказывают что это не воспаление легких то что происходит в организме и еще какие-то там вот то сердце останавливаться то печень там кишечник или еще что-то это рубцевание вирус организм зарубцовывает его тканью чтобы он не действовал и поэтому закупаривается сосуды и закупаривается вся система нашей жизни обеспечения так вот тыква один из прекрасных продуктов которые это раз рубцевание рассасывает то есть если вот у вас сейчас после заболевания большое количество еще невосстановленных легких у вас остаются вот эти сосуды там в таком состоянии то вам нужно тыкву тыква как раз вот и создает вот 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 такой внутри человека как говорится состав который вот это рвуцевание выводит но вы сами читаете что то то есть я вам прочитал что там видите при сосудистых заболеваниях при легочных заболеваниях при печеночных желчевыводящих путях и так далее желчные камни тоже похоже тыква растворяет я вот не обращал особенного внимания у меня средства желчных камней это мидии но когда я пропиваю тыкву а пропиваю именно когда вот осень наступает появляются корочки начинаю заваривать этот чай то желчный тоже хорошо работает и все прекрасное поэтому друзья я очень рад что наши ученые обратили внимание на русские средства что они доказали что чага лечит я думаю что потихонечку если мы начнем разбираться а какие средства и для чего еще использовали наши предки не зная а интуитивно подбирая вот эти средства для своего здоровья то мы найдем много еще полезных продуктов и давайте попробуем о них рассказывать если у вас есть какие-то рецепты вкусные с тыквой то расскажите я помню пробовал мармелад тыквенный кто-то делал мармелад и было очень вкусно его тоже кушать вот наверное есть еще какие-то блюда с тыквами которые очень интересно ну и всем советую идите приобретите спросите у соседей у нас у некоторых в этом году урожай у которых лишь тыкву тыквы и кабачков а кабачки они тоже близки я вам просто про потом прочитание близки к тыквенным свойствам так что и кабачки можно потреблять здоровья всем радости аминь котик прилетел тут не может намурлыкаться